Один из самых частых вопросов учителей, на мой взгляд, это то, с каким учебником работать на определенный возраст. Либо дети дошкольного возраста, младшего школьного, взрослые и так далее. Я вижу эти вопросы постоянно в комментариях, в комментариях к видео, в сообществе, даже когда я провожу вебинары не на тему учебников, все равно продолжают учителя спрашивать, а какой УМК вы выбираете, с каким учебником вы работаете и так далее. Итак, друзья, сегодня как раз я хочу об этом поговорить, поговорить о том, какой же идеальный учебник английского языка. Меня зовут Анна Заварзина, я учитель английского языка, teacher, trainer, а также создательница продуктов для учителя английского языка. Я работала с огромным количеством учебников, с разными возрастами, пробовала разные учебники и смотрела уроки учителей по разным учебникам, поэтому сегодня поделюсь с вами своим мнением по поводу того, что такое идеальный учебник и есть ли он. Мне кажется, это в первую очередь желание новичков, новеньких учителей найти поддержку, поддержку в учебнике, найти такой идеальный учебник, который подойдет моим ученикам. Я помню себя, когда я только начинала, мне тоже казалось, что вот я выберу учебник и все, все мои проблемы решены. На самом деле, такой волшебной таблетки, к сожалению, не существует, не существует идеального учебника. Это миф, если он есть, хотя мне кажется, что его даже и нет, все педагоги, которые работают уже не один год, в целом понимают, что нет хорошего, идеального учебника. Это больше вопросы новичков, и это абсолютно резонные вопросы, я вас прекрасно понимаю, поэтому не то, чтобы здесь какая-то проблема. Нам хочется помощи от учебника. Почему же невозможно найти идеальный учебник? Во-первых, потому что все учебники создаются для широкого круга лиц, для широкой аудитории. Даже когда мы говорим, что учебник для определенной возрастной категории, либо по уровню, то есть дети определенного уровня, либо взрослый учебник тоже там А1, Б2 и так далее. Очень широкая аудитория, потому что ребенок, допустим, 6 лет с нулевым уровнем один, и другой ребенок абсолютно такой же вроде бы, да, 6 лет и с нулевым уровнем, могут быть очень разные, и ваши занятия будут абсолютно по-разному построены с этими детьми. Возможно, вы будете работать по какому-то, да, учебнику типа Kidsbox и идти медленно с одним, а с другим вы будете идти быстрее. Вы можете использовать один и тот же учебник, но с кем-то вам придется больше дополнять, а с кем-то дополнять практически не придется. С кем-то придется усложнять, а с кем-то придется упрощать. Не бывает идеального учебника, к сожалению, так, чтобы он подошел абсолютно всем. Я работала и с индивидуалами, и с группами, и со взрослыми, и с детьми, в общем, с большим количеством разных учеников. Каждая моя группа, даже когда я говорю про группы, все равно мы шли с ними по-разному, потому что дети абсолютно разные в группах, так же, как и взрослые, абсолютно разные. Кто-то может усвоить материал очень быстро, плюс еще будет дома выполнять домашние задания, вы будете двигаться быстро, а кто-то не будет выполнять задания домашние, хуже запоминает, хуже идет отработка, кому-то не подходят какие-то активности, соответственно, вы будете идти медленнее, и еще вам нужно будет всячески дополнять тот учебник, который у вас есть. Учебник обычно, да, предполагает, что у него есть еще teacher's book, который помогает новичкам, особенно учителям, двигаться по этому учебнику, но тоже, к сожалению, это все на такого среднего ученика, который в природе не особо-то и существует, честно говоря. Чаще всего планы, которые прописаны в teacher's book, они помогают, опять-таки, хотя бы выстроить определенный костяк, понять, с чего начать, но до конца не решает нашу задачу вот этой волшебной таблетки, чтобы раз открыл, прочитал teacher's book, и все понятно, и все это со всеми можно использовать. К сожалению, это не так. В любом случае, те планы, которые прописаны в teacher's book, они больше для учителей, которые уже понимают методики, и могут сориентироваться, что вот это для моего ученика будет лишнее, а вот здесь вот нужно подправить, а вот здесь не так дана презентация, нужно дать ее по-другому, потому что teacher's book далеко не всегда дает хорошие варианты презентации, лексики, грамматики, бывают и более интересные, и методически более правильные, то есть здесь зависит еще от teacher's book, есть более тоже продуманные, есть менее продуманные, поэтому слепо не доверяйте teacher's book. То же самое, кстати, касается готовых материалов. Я часто говорю своим ученикам, в том числе учителям, о том, что я небольшая любительница готовых материалов, то есть так, чтобы купить готовые планы, да, и заниматься по этим планам, готовые программы и так далее. У меня они в том числе есть, но я рекомендую их обычно брать, если вы проходите обучение, тем более, что у нас в обучении они включены, эти планы, и вы уже понимаете методически, что делать с этими планами, как лучше этот план подстроить под вашего ученика, да, под ученика, либо под группу, а не слепо идти по этому плану, и в итоге он может не так сработать, как бы вам хотелось, потому что, опять-таки, все ученики разные, и нет какого-то универсального плана, который подойдет всем. Я в свое время тоже покупала разные разработки, планы, думала, что я найду тоже волшебную таблетку, что я куплю разовую программу, и все, мои все проблемы подготовки закончатся, но, к сожалению, так это не работает. Помогает нам только знание методики и умение применять методику, когда мы понимаем, применяем методику правильно, нам не нужно очень много готовиться. Мы понимаем, как выстраивается весь процесс урока, мы берем учебник, да, допустим, тот же самый китсбокс, пауэрап, неважно, видим, какая цель будет по учебнику, и в голове уже простраивается картинка того, как презентовать этот материал, какие игры используют для отработки, какие дополнительные активности и так далее. Это все больше про методику, но и также про опыт работы, естественно. Почему же еще нет идеального учебника? Важно понимать, что учебник — это инструмент, это не тот фундамент, который мы не можем передвинуть, это лишь наш инструмент. И большую важность играет в самом преподавании и в том, как будет донесен материал из учебника, именно сам учитель и то, как он умеет работать с учебником и умеет работать с учеником. То есть наша роль как учителей, она самая важная в целом на уроке. По своему опыту тоже могу сказать, что, допустим, с небольшими детьми, даже когда мы идем по учебнику, я очень редко открываю с ними учебник, только обычно в конце занятия, а во время занятия... Прямо вот так вот... Нет, больше это игры, карточки и так далее. С детьми постарше, конечно, мы больше самодействуем с учебником, но тоже все равно смена активности идет, помимо учебника, еще дополнительные всякие сервисы, игры и прочее, также доп. задания, которые я нахожу. И подстраиваюсь под ученика. Все-таки мы подстраиваемся под нашего ученика, чтобы ему было комфортно, интересно заниматься и вдохновлять его на то, чтобы ученик дальше занимался и хотел общаться на английском языке, знать этот язык, да, и всячески его применять в жизни. Когда мы этого не можем достичь, да, мы не вдохновляем нашего ученика, просто идем по учебнику, не стараясь разнообразить наш подход к преподаванию, то зачастую тоже может потеряться мотивация у учеников, особенно у тех, кто изначально не супер мотивированный. Поэтому, друзья, как некий вывод, не ищите идеального учебника. Можно работать с абсолютно любым, на самом деле, учебником. Да, есть учебники хуже, есть учебники лучше. И у меня есть отдельное видео о том, какие учебники учителя наиболее используют, самый популярный, в целом такой топ учебников, я бы сказала. Вы можете перейти по ссылке и посмотреть. Сейчас у вас высветится, да, ссылка на это видео. Там мы говорим как раз об учебниках, именно хороших. Есть учебники не самые хорошие, но даже если вам приходится работать с ними, все равно не стоит винить учебник, что все плохо, потому что мы не обязаны следовать учебнику на 100%. Мы не обязаны этого делать. Учебник больше предполагает controlled practice, да, больше отработку без вывода в речь. Очень мало какие учебники дают активную отработку speaking, да, и выводы в речь, и коммуникации, и так далее. Это больше про подход, это больше про методику о том, как мы будем непосредственно работать с нашими учениками в зависимости от возраста. Поэтому даже если вы работаете по самому ужасному учебнику, вот вам дали, не знаю, на работе и работать по какому-то самому ужасному учебнику, вы понимаете, что это просто кошмар. Вы берете оттуда цели, да, что вам нужно проработать такую-то тему, но наполнять урок вы можете сами, и менять урок вы также можете сами. Учебник – это не то, на что стоит опираться на 100%. Опирайтесь на то, как реагирует ваш ученик, да, или ученики, как они взаимодействуют с вами, как вы работаете. Именно личность учителя определяет успешность, да, того урока, который вы будете проводить, а не учебник. Поэтому не вините учебники, а занимайтесь развитием себя, как учителя и как приятной личности для общения на занятиях. Ну, а если вам интересно больше про учебники и в целом, как подобрать учебник, да, какое выполнить тестирование, чтобы понять уровень ученика, провести демо-занятие, у меня есть небольшой бесплатный мини-курс для учителей английского языка, который работает здесь в 3-12 лет. Он состоит из 3-х уроков. Если вы его еще не проходили, то пройдите обязательно. Как раз для начинающих очень будет полезно, чтобы разобраться и в учебниках, и в тестированиях, и вообще в определении, да, уровня и проведении демо-занятий, чтобы набирать себе новых учеников, которые будут с вами оставаться надолго. Ссылка будет в описании, также ссылка будет в первом комментарии. Регистрируйтесь на небольшой мини-курс. В каждом уроке есть небольшой подарок, в том числе папка с учебниками, тестирование, о которых я буду говорить, и план урока по демо-занятиям. Так что проходите, уверена, что вам это будет полезно. И пишите, друзья, в комментариях, нашли ли вы свой идеальный учебник. Пользуйтесь вы только учебником, либо дополняйте чем-то еще, и чем, если дополняете. Будет интересно, я думаю, что будет особенно интересно коллегам, которые только, может быть, начинают преподавать, почитать ваши комментарии, что вы используете в работе. Это всегда наводит на мысли, и в том числе опытных педагогов, которые, возможно, не знали о существовании каких-то учебников. Также я обычно через комментарии, через общение в сообществах нахожу какие-то новые варианты учебников и так далее, которые потом просматривают, думаю, вот это тоже неплохой вариант для того, чтобы использовать на занятиях. Так что делитесь, это всегда очень полезно. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. И увидимся с вами в следующих видео. Bye!